Школа Хай-Тек Хай в Калифорнии. Дети изучают, как создать бизнес. Сеть школ Young Women's Leadership New York готовит девушек к карьере в науке, госуправлении и всевозможным руководящим позициям. Школа Альт-Скулл Сан-Франциско. Здесь дети от 4 до 14 лет играют с печатными платами и строят игровые площадки в 3D-редакторах. Опорная школа в Донецкой области, Украина. В приоритете военно-патриотическое воспитание с уроками боевого ГПК. Тюмы е в том числе ген-украинства. По мнению чиновников, ГПК поможет детям Донбасса стать более патриотичными. Но действительно ли военно-патриотическое воспитание – это то, что нужно школьникам сегодня? Боевой ГПК, как вы сказали, это действительно немного шаг назад. И, кстати говоря, наши исследования тоже показывают, что чересчур утрированная ситуация, она, наоборот, не находит поддержки местного населения. И такие формы патриотического воспитания население не воспринимает. И даже учителя, которым приходится в школах это реализовывать, они тоже часто не поддерживают подобные формы реализации этого патриотического воспитания. Вопрос гиперболизации. Я думаю, что если осторожно, и если это не имеет какого-то принудительного элемента, то это будет только способствовать определенному, даже, вы знаете, сплачиванию громад, которые живут на прифронтовых территориях. Председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жибривский известен своими заявлениями о необходимости украинизации Донбасса. Он считает, что упор на патриотизм в школьном образовании – это не помеха, а, наоборот, прогресс. Один из направлений – это будет боевой ГПК. Это факультативный рейс. Никто никого не будет смушивать. Момент такой, что у Советского Союза тоже такая идея была. И там были совсем другие финансы, другие возможности. Но в итоге это его не спасло. Алексей Овчинников – руководитель танцевальной школы. Он достаточно долго работает с молодежью и занимается общественными проектами. По его мнению, патриотизм не может прививаться под давлением. Все очень просто. Нужно дать возможности человеку здесь реализовываться, хорошо жить, получать достойную зарплату или реализовывать свой бизнес. Тогда он будет дорожить этим. Если нет, то смысл, зачем ему быть здесь. Страны с лучшими условиями выигрывают, и молодежь просто уезжает. В итоге, как бы, это Советский Союза может быть городом пенсионеров, и Украина может быть страной пенсионеров. Одни считают этот вид воспитания детей устаревшим. Другие же, наоборот, уверены, что именно так можно привить ребенку любовь к родине. Редактор субтитров А.Семкин